Вокруг айтишников вообще всегда очень много разных стереотипов, но вы достаточно харизматично и на доступном языке представили информацию нашим ребятам. Как считаете, сами удалось общение, как сложилось? Ну, мне, если честно, понравилось. Мне кажется, многие из ребят действительно хотят уйти в айтишную специальность, не считая того, что они реально учатся там. Я надеюсь, что у меня получилось их вдохновить на то, что они посмотрят чуть обширнее на свою специальность, на другие специальности в айти, которые есть, и выберут то, что им понравится. Так что я надеюсь, что у них все получится, и пускай пробуют, я там свои координаты оставил, они могут обращаться, и мы найдем для них прекрасную айтишную специальность, которую они захотят. Был ли у вас до этого опыт выступления в ВУЗе, и как оправдались ли ваши ожидания от выступления именно в педагогическом университете? Ну, хороший вопрос. Опыт выступления в ВУЗах был, но не по лекции по айти-специальностям. Вообще опыт выступления был. Мне очень понравился, потому что ребята действительно пришли те, кто хотел, кому было интересно. Да, непосредственно студенты этого направления. Да, именно так. То есть ребята реально, которые хотят. У них было много вопросов, они достаточно внимательно слушали, да, они задавали какие-то вопросы, которые хотели. То есть мне прям понравилось. Действительно, я ощущаю, что я прям тоже воодушевлен. И это классно, когда у тебя есть, ты отдаешь, и тебе есть обратная отдача. А если кто-то еще, кого-то я еще смогу там взять на работу или увижу где-то в других айтишных структурах, я, конечно же, буду рад. Вот. Так что ребята с универа прям молодцы. То есть такой энергиообмен произошел? Да, это самое главное. Когда вы начинали, какие были востребованные направления в айти, и как вот рынок труда вообще сейчас поменялся? Начинал достаточно давно, мне кажется, больше 15 лет назад даже. Разработка, да, уже была востребована, системное администрирование было востребовано. Это два основных столба, которые были на тот момент. Разработка, системное администрирование, и потом в течение времени появилось достаточно много специальностей, цифровизация нашего мира и общества пришла на абсолютно новый уровень. Поэтому я и пытался ребятам рассказать о том, что не бойтесь, не только есть разработка, системное администрирование, информационная безопасность, которая, кстати, не могу сказать, она не так давно прям активно началась. Есть много подспециальностей, где вам и нужен опыт, и не нужен опыт. Можете выбрать все, что угодно. Так что рынок богат IT-специальностями, особенно на протяжении вот этих вот 15 лет, когда я начал работать. Можете какую-то общую рекомендацию или совет дать студентам нашего IT-направления? Ну, не лениться. Вот, это прекрасный совет. Самодисциплина – это всегда хорошо. Вот, в любой ситуации. И в IT-специальности тоже. Чем меньше ты дисциплинирован, тем меньше ты можешь быть на гребне волны. Вот, что в IT-специальности очень важно. То есть ты реально должен быть на верхушке, должен понимать, что происходит. Вот, если ты ленив, недисциплинирован, да, и ты боишься, да, тебе будет сложно. То есть ты будешь, скорее всего, скатываться, заниматься чем-то не очень, например, не то, что неприбыльным, например, может, неприбыльным, может быть, неинтересным для себя, но ты боишься переступить эту грань, боишься уйти с работы, на которой тебе нам платят 35 тысяч и так далее. То есть самодисциплина, да, в изучении нового и в постоянном изучении, то есть держаться на гребне волны обязательно, обязательно не бояться. Идти на собеседование, написать какому-нибудь крутому IT-шнику, который ты прям боишься написать, думаешь, он тебе не ответит, все равно пиши. И у нас сегодня уже сказал, что уходить. Да, в комьюнити обязательно какой-нибудь сунуться. Хочешь быть в IT-специальности, которая тебе нравится, пойди в круг там, где ребята этим занимаются. Может быть, ты поймешь, что тебе это не очень нужно, а может, ты поймешь, что нужно. Так что вот такие мои советы. Спасибо большое, Кость. Нам очень приятно сегодня принять. Не побоюсь такого слова крутого специалиста у нас в институте. Спасибо. Очень приятно. Спасибо.